МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале Антенна 7, студия Лаксёнова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждому региону своё время. Человек для любимой готов и солнце, и землю приостановить, чтобы она так быстро вращалась. Какое итоговое решение приняли омские депутаты относительно перевода стрелок? Дети в интернете. Не разрешают родителям день в интернете, ну, где-то полчаса, днём и вечером. Как уберечь ребёнка от порнографии, насилия и нецензурной лексики в интернете? Орнаменты жизни. Она так и называется – ручная работа. Как мода объединила розы, звёзды и квадраты? А также врачи рассказали, где принимают без очереди, а депутаты ЗАГСобрания готовятся вернуть налоги в регион. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Омск останется в своём шестом часовом поясе. Такое решение сегодня единогласно вынесли депутаты Законодательного собрания. Почему инициативу омича Владимира Романова народные избранники восприняли в штыки? Репортаж Ксении Тойчкиной. Омское время нужно сравнять с новосибирским, уверен архитектор Владимир Романов. То есть стрелки часов, по его мнению, омичи должны перевести на час вперёд. Так у жителей вечером появится дополнительный солнечный час. А значит, возвращаться домой в потёмках не придётся. Свою инициативу Владимир оформил в петицию и выложил в интернет. Мужчину на данный момент поддержали 245 человек. Люди, которые высказывались за, они приводили те аргументы, которые я имею в виду. Что мы сейчас живём не по природному времени. У нас летом рассвет в 4 утра, встаём мы в среднем только в 6-7. А вечером потом ходим в потёмках. Нужно в Омске переводить стрелки часов или нет? Мы решили узнать мнение прохожих. Я считаю, что не нужно экспериментировать. Пусть будет так, как есть. Почему так считаете? Мы уже привыкли. Зачем их нужно? Уже надоели перемены. Вы не можете объяснить корове, что ей нужно вставать в 4 утра и дается вместо 5 часов. Так и организм нашему тоже. Поэтому я против. Если переведём, биологические часы у нас быстро перестраиваются. Нас туда-сюда сколько раз уже кидали. Поэтому, я думаю, ничего страшного не будет. Некоторые противники инициативы обвинили архитектора в безграмотности. Однако Владимир уверяет, с образованием у него всё в порядке. Я хорошо учился. Вопрос об образовании тут вообще не стоит. То есть, здесь, понимаете, мне когда говорят, допустим, я читаю комментарии, он проделал сложные вычисления. Здесь ничего сложного. Это не высшая математика. Возьмите, нарисуйте графики освещенности, графики того, как проходит световой день и как построено, допустим, средний день у человека. Будет всё и так понятно. Тем не менее, главный астроном Омска Владимир Крупко уверен, инициатива Владимира Романова бессмысленна. Если и менять время, то не в сторону Новосибирска. Нужно сравнять часовой пояс Омска с природным, тюменским. Тюменцы, они вообще гиганты. Они молодцы. Тюменцы рабы, они живут по природному времени. Они перевели селки часов не на час вперёд, как пишет Романов, а на час назад. Поэтому у них время природное, местное время. Или поясное время, как угодно так сказать. А вот у нас декретное по приказу правительства на час вперёд мы живём в Омске. Нам природное время перевезти, не дали коммунисты, насколько я помню. А сейчас нас хотят ещё на час увезти от природного времени. Это неправильно. Петицию по смене времени сегодня рассмотрели депутаты законодательного собрания. Решение приняли быстро и единогласно. Омск остаётся в своём часовом поясе. По крайней мере, пока. А в интервью сказал, что жена у него стоит поздно, а самому ему всё равно, есть ли солнца нет. Так вот, человек для любимой готов и солнце, и землю приостановить, чтобы оно так быстро вращалось. Поэтому заслуживает уважения. Но нам всем хочется жить спокойно и вставать как можно больше, чтобы было солнце. Омск – солнечный город. И, наверное, сегодня те часы, которые есть, они нам позволяют в полной мере насладиться солнцем в течение всего святого дня. Как выяснилось, Владимир Романов не первый, кто хочет перевезти городские часы. На рассмотрении в комитете сейчас ещё несколько обращений. Однако их ожидает та же участь. Депутаты приняли решение отказываться от всех подобных инициатив. Ксения Туечкина, Алла Аксёнова, Сергей Гаврилов и Артём Колесников. Антенна 7. Депутаты Законодательного собрания решили не на словах, а на деле вернуть налоги в Омскую область. Сегодня депутат Валерий Кокорин внёс инициативу добиться поправок в налоговый кодекс. Сейчас некоторые предприниматели используют хитрые схемы, когда платят налоги по месту регистрации компании. Наиболее известная схема – процессинг. Сырьё поступает в Омск на переработку, а продаётся в другом городе. Туда же отправляются и налоги. Такая модель законна, но если её запретить, то, по мнению депутата, бюджет Омской области увеличится как минимум на 30%. Однако уже сейчас ясно, изменить действующую систему будет непросто. Никому не хочется отдавать налоги. Никому не хочется, потому что, естественно, это бюджетная обеспеченность, это сады, детские, это школы, это благоустройство городов. Поэтому, если эти налоги сейчас уже в течение 15 лет уплачиваются на других территориях, то, конечно, другие территории будут не согласны их отдавать. Ну, наверное, вот всегда скандалы, когда делишь деньги. Мы начали, как бы, законное собрание, очень долгий, нудный, тяжёлый путь по тому, чтобы добиться справедливости. Инициативу Кокорина депутаты в ближайшее время обсудят с представителями администрации города и правительства Омской области. После документ направят на рассмотрение в Государственную Думу. Врачи зазывают омичей на бесплатные приёмы. Речь о центрах здоровья. Медицинские учреждения, где можно проверить своё здоровье по страховке ОМС, есть в каждом округе города. Там можно попасть на приём к врачам, к которым обычно очередь. Терапевту, педиатру, стоматологу, гигиенисту. В центре пациентам сделают полное обследование, составят индивидуальную программу устранения рисков. С начала этого года обследования прошли более 90 тысяч человек. Больше, чем у половины, оказалось, есть проблемы. Хотя многие считали себя здоровыми. При наших центрах здоровья функционируют школы здоровья. То есть все обратившиеся люди, они направляются в эти школы здоровья. В зависимости от того выявления, допустим, к которому там группу риска выявили. То есть это может быть и по артериальной гипертензии, и по каким-то сосудистым патологиям. Точно так же школа у нас по направленности отказа от курения. В первую очередь должно быть формирование бережного отношения к своему здоровью. Причем как можно с ранних, опять же, лет. Чем, в принципе, и занимается, в том числе, мое учреждение. То есть вот центр здоровья, который является нашим структурным подразделением, он в основном обслуживает студенческое население. Потому что находится в городке Невтяниках, и, в общем-то, там достаточно большое количество вузов. Сегодня в Омске открылась выставка «Дети в интернете». По данным Фонда развития интернета, каждый третий юный житель России 8 часов в день проводит в режиме онлайн. В поисках информации и развлечений дети сталкиваются с интерактивными рисками. Речь о порнографии, насилии, нецензурной лексике, пропаганде расовой ненависти и суициде. Как уберечь свое чадо от негативной информации? Ответить на вопрос попыталась наш корреспондент Анастасия Лаврова. Есть над чем задуматься. На необычном уроке у второклассников гимназии номер 19 спрашивают, чем полезен и опасен интернет. Анфиса Панова пока может ответить только на первую часть вопроса. Ведь для нее всемирная сеть – это прежде всего любимые сайты, да и то под контролем родителей. Я люблю сайты, как лепить из полимерной глины. Его ведет молодая девочка, которая 8 лет. И еще я люблю сайты, как спортсмена плавает. Мне разрешают родителям день в интернете, ну где-то полчаса, днем и вечером. О вирусах и незнакомцах в сети в игровой форме омским детям рассказывает столичный психолог Алина Трифонова. Влияние интернета на нервную систему подрастающего поколения она изучает уже 7 лет. И если тогда всего 5% детей реальной жизни предпочитали виртуальную, то сегодня их стало в 6 раз больше. А потому психологам все чаще приходится работать с конфликтами интерактивными. Недавно было обращение мальчика, 12 лет, против которого была создана группа в одной социальной сети, связанная с так называемым буллингом, то есть травлей. И для него это была достаточно травмирующая ситуация, поскольку против него было создано целое сообщество. Мы всегда в таких случаях детям советуем игнорировать обидчиков и обращаться за технической помощью, то есть за удалением этого аккаунта к администрации ресурса. Санпин четко определил границы дозволенного. Для детей это 20-30 минут беспрерывного пребывания в сети в сутки. Но и это не спасет ребенка от рисков. Родители должны воспитывать в юном пользователе собственную сознательность, говорили на выставке. Не отвечать на письма незнакомцев, не скачивать игры с неизвестных сайтов, не участвовать в интерактивных розыгрышах. На остальное, а это порнография и другие сомнительные сайты, можно поставить фильтр. Блокирующие программы сегодня установлены во всех образовательных учреждениях Омска. Но самое главное, конечно, мы должны понимать, что нужно обучать детей, потому что родительский контроль – это очень хорошо и здорово, но мы не можем 24 часа находиться рядом с ребенком. Поэтому дети, которые придут сюда, которые научатся этим пользоваться, я могу сказать, сделают приятный сюрприз своим родителям, просто сохранив нервы и предотвратив те негативные возможности, которые могут возникнуть при общении в интернете. Быть грамотным пользователем юных омичей их родители готовы научить здесь, на выставке «Дети в интернете». Месяц интерактивная экспозиция будет работать в музее имени Врубеля. Вход свободный. В будни принимают групповые заявки от классов, а выходные ждут семьи. Анастасия Лаврова, Артем Колесников, Антенна 7. Общественная организация «Оплот» контролирует проведение газопровода на улице Подгорной. Зачем следят в особенности? Подробнее в материале. Долгожданный газ совсем скоро получат жители домов улиц Подгорная и Луговая в Омске. Там подключение к газу люди ждут с 2014 года. До этого много лет готовились к холодам по старинке. Делали большие запасы дров и угля и тратили на это около 30 тысяч рублей в год. Но уже не за горами тот день, когда цивилизация наконец придет в дома омичей. Ранее было получено разрешение на строительство газопровода в департаменте архитектуры. Сейчас идет активная подготовка объекта к сдаче. В течение октября, ну первой декады, ноября эту работу мы должны завершить, чтобы в ноябре людям уже газ подать в квартиры. Еще летом местные жители обратились в общественную организацию «Оплот», чтобы специалисты помогли и внимательно проконтролировали процесс газификации. Думаю, что как раз общественный контроль помогает в таких случаях. Мы уже точно знаем, что здесь не будет никаких серых схем, что здесь все сработает по полной программе. И люди в этих сложных условиях, когда каждая копейка дорогая, заработать ее очень сложно, не потеряют своих денег, а точно получат качественную услугу и наоборот улучшат свои жизненные условия. Общественники следят, чтобы выполнялись сроки и договорные обязательства. Правда, пока газу смогут радоваться не все, а только те абоненты, которые заключили договоры и оплатили услугу подключения. Остальные жители улиц смогут присоединиться уже после сдачи объекта. Алла Аксенова, Антенна-7. Реклама под снос. Специалисты администрации Омска продолжают очищать город от незаконно установленных баннеров. Только в Центральном округе за год демонтировали почти 400 счетов. О том, что грозит предпринимателям за такую наружку, расскажут наши корреспонденты. Окраина Омска, улица 10 лет октября. На обочинах магазины, оказывающие услуги в автосфере. Пиарят свой продукт предприниматели просто с помощью таких часто самодельных конструкций. Хаотично установленная наружка не только уродует город, но и является источником опасности. Закрывает обзор дороги автовладельцам. Под снос идет и этот незаконно установленный баннер. Реклама призывает через 200 метров заглянуть в автоломбард. Мы навестили креативных предпринимателей. Планировали спросить, зачем они нарушают закон. Однако уже на входе в автоломбард наткнулись на препятствия в виде охраны. Будьте добры, откройте дверь. Предпринимателям дешевле расстаться с рекламными счетами, чем оплачивать штраф. За незаконную наружку юридические лица должны выложить от 10 до 100 тысяч рублей. И только после этого им вернут их собственность. Однако зачастую люди отказываются платить за подобное нарушение. Все от незнания закона, говорят специалисты. Реакция в основном негативная у собственников. Потому что основная масса просто не знает закон, что с 2014 года вышло решение Омского горсовета о запрещении установки и эксплуатации рекламных конструкций. Улицу Десятилетия почти очистили от стихийной рекламы. Лишился неправильной нарушки и центр Омска. Демонтаж таких конструкций мэрия продолжит. Рейды будут проходить раз в неделю. Так что у предпринимателей есть время самостоятельно убрать щиты. Анастасия Лаврова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Выставка орнаментов. В Омске открылся традиционный осенний фестиваль моды «Сибирская этника». Пока дизайнеры отшивают коллекции, в музее имени Врубеля выставили розы, звезды и квадраты. Что закодировано в этом названии и какие произведения искусства стали экспонатами выставки, расскажут Денис Ионос и Александр Филиппов. Ручная работа и кружева – это нынешний почерк известного в Омске дизайнера авторских украшений Ирины Бумагиной. Для участия в выставке девушка словно вернулась на 12 лет назад, в годы учебы в институте сервиса. Тогда она специализировалась на трикотаже. Вот и ее экспонат «Мечта» выполнен из трикотажного вязаного полотна, на котором красуется портрет британской супермодели и певицы Лесли Хорнби, известной под псевдонимом Твиги. Портрет на самом деле приходится делать вот село и встало, когда закончился, потому что иначе я собьюсь. Я на каждый ряд все это выставляю, и, ну, то есть это достаточно такой трудоемский процесс, и нельзя отвлечься. Если я отойду, то я что-то там не то наделаю. Поэтому это достаточно быстро, там подготовка дольше идет, да, к этому процессу. Орнаменты на выставке в каждой детали, будь то костюм, арт-объект, эскиз или аксессуар. Александра Матвеева учится в магистратуре, а ее работа уже музейный экспонат. Вот ее комплект парит под сводами выставочного зала. Жилет и шарф девушка назвала путешествием. Я хотела показать соединение европейских и азиатских традиций, воссоздание национальных сибирских народных техник, ручных. Также показать современную интерпретацию этих техник, как они могут использоваться в современном костюме, чтобы люди не теряли свои ценности. Многие из представленных здесь работ буквально вытащили из шкафов, то есть платья, кофты и пальто либо уже мелькали на улицах, либо, что называется, еще выйдут в люди. Как этот плащ-фуфайка от молодого дизайнера Дарьи Осиповой. Это новая коллекция. Орнамент яркий и отчасти дерзкий. Я ищу иллюстраторы, и все принты – это авторские. И всю печать, эта вся прямая печать, проверенная, качественно делала в Омске. Вот. И вот этот принт, ну, это как мой авторский стиль. То есть я притяжусь в авторском стиле в течение всего, там, моего существования, моей марки. На выставке нет мужских предметов, поэтому некоторые дизайнерские задумки приходится объяснять посетителям. Женщины и вовсе в искушении примерить экспонаты. Захотелось, но этого нельзя делать. Это экспонаты в выставке. А эту работу, которая расположена за моей спиной, выполнила дизайнер Наталья Швачко. Она так и называется – ручная работа. Орнамент здесь – это хаотично расположенные строительные перчатки. Орнамент, объясняют преподаватели кафедры дизайн костюма, одной из стилеобразующих понятий, наряду с формой, пропорциями и деталями. Орнамент, на наш взгляд, гораздо более важная для дизайна тема, чем принято сейчас о ней думать. Потому что сейчас все-таки дизайн, может быть, какой-то лишенный, вот, какой-то очевидной орнаментации, он более минималистичный. Хотя сейчас в моде мы четко видим повороты опять к орнаменту, то есть это еще и тренд. Но нам хотелось даже немножко о другом. Нам хотелось вспомнить о каких-то других функциях орнамента. О магической функции, о смысловой функции, о информативной функции. И за счет этого, с помощью этого, показать, ну, у нас некий внутренний мир, мир дизайнеров. Как и выставка, внутренний мир дизайнеров открыт в музее имени Врубеля до 24 октября. Денис Уонос, Александр Филиппов, Антена 7. И теперь о спорте. Красивые голы, рекорды, острый спорт за медали. Игроки и тренеры ведущих городских команд вспомнили самые яркие моменты 9-го чемпионата Омска по футболу. В этом году в двух дивизионах соревновались 18 команд. Чемпионский титул выиграли футболисты клуба «Молния». Три победы на старте и успех в гостевом матче с принципиальным соперником. В июне «Молния» уверенно обыграла «Шинник» и вышла в лидеры турнира. Ключевыми, по словам президента, играющего тренера команды Александра Акимова, стали поединки второго круга с «Росэлектроникой» и «Локомотивом». В матче с «Железнодорожниками» в ворота «Молнии» дважды назначались пенальти. Удача была на стороне красно-черных. Этот момент стал переломным в турнире. «Молния» выдала блестящую серию побед, выиграла чемпионат с рекордом турнира. 14 побед и ни одного потерянного очка. Я хочу отдать должное всем игрокам, что в ряде матчей только их настрой, только их самоотдача, самоотверженность и умение позволила достичь этого уникального результата, не проиграть ни одного матча в сезоне. Медали чемпионата оспаривали четыре команды. Все решилось на финише турнира. Футболисты «Шинника» победили в трех матчах к ряду и завоевали серебряные награды. «Бронзу» впервые выиграла команда «Росэлектроника». Установила еще один рекорд чемпионата. Поднялась в таблице сразу на пять строчек. Два года была на последнем месте, скажем так. И тут сразу успех призера. К этому ушли трудно. Спасибо команде, которая сплотилась. Были моменты, когда разочарования были от игр, то есть проигрывали, а потом все равно свое компенсировали. В зале третьего месте. Открытие чемпионата команда микрорайона входная. Молодой коллектив долгое время шел вторым в группе «Б». На финише турнира выиграл решающий матч у прямого соперника. Клуб «Рентген» завоевал путевку в группу «А». Эмоции остались самые положительные. Все замечательно. Играли дома. Болельщики просто великолепно нас поддерживали. Так как долгое время не могли определить победителя. И все решил исход встречи гола Алексея Степанова. Ну, хочется сказать, что все замечательно. Повторили успех 2008 года. В следующем году будем стараться занять место в тройке в группе «А». Спортивную форму игроки будут поддерживать в турнирах по мини-футболу. Которые будут проходить на разных покрытиях. И на паркете, и на снегу. Сразу несколько таких соревнований стартовали в эти дни. Владимир Истомин, Александр Филиппов, «Антенна-7». Стремительные атаки, гибкая тактика. Победный стиль омских каратистов. Более 300 спортсменов состязались в первенстве области. О самых ярких поединках турнира. Владимир Истомин. Глеб Красильский. Самый техничный спортсмен турнира в категории для каратистов 8-9 лет. Мобильная стойка, быстрый просчет дистанции. Разнообразный арсенал действий. На острие высокие удары ногами. Несколько побед на одном дыхании. В решающих поединках смена тактики. Вторым темпом точные удары руками. И с короткой, и с дальней дистанцией. Соперники раскрылись. На финише вновь высокие удары ногами. Победа. Мне понравились эти соревнования. Очень сильные соперники. Хорошие боединки. Я хорошо атаковал руками. И бил ногами с разных углов. И у меня все получилось. Родион Казанцев блестяще использовал весь периметр площадки. Молниеносные перемещения. Атака и мгновенный уход в сторону. Смена стоек, прыжковые уклоны, высокие удары ногами. Шесть побед, хорошие перспективы. Был очень интересный турнир, напряженный. Я атаковал на руках, а на ногах я защищался. И очень быстро атаковал. И пробил много вертушек. Самый упорный финал Артем Скиданенко, Роман Иволгин. Серия высоких ударов на старте. Реактивный, мобильный Иволгин чуть точнее. Скиданенко в кимоно с синим поясом сменил тактику. Навязал сопернику обмен на руках. Сравнял счет. Иволгин начал рисковать. Скиданенко поймал соперника на контратаках. Три высоких удара ногами, два достигли цели. Я выиграл за счет того, что я работал ногами и опережал соперника. Он был очень сильный, мне удалось его выиграть. Конек самых юных в контратаке. Динамичные, с эмоциями, вдохновение, самоотдача, плотная защита и быстрый выпад. Точных ударов стало больше. Это задел на следующие старты. Тренеры рядом, они помогут и подскажут. Если говорить конкретно о лидерах, то они показывают очень хорошую тактическую работу. Нет работы в линию, они используют уходы с линии, используют перехваты, контратаки, вытягивание противника на себя. То есть они показали весь тактический арсенал, которым обладает современная карата. Все спортсмены, отличившиеся в турнире, выступят на первенстве Сибирского федерального округа. Финальное соревнование пройдет в ноябре в нашем городе. Владимир Ростомин, Сергей Гаврилов, антенна 7. И напоследок. Торговый центр «Каскад» приближает Новый год. Традиционно опережает других. Сегодня днем возле комплекса установили ель. Это живое дерево высотой около 15 метров. Вскоре после установки зеленую красавицу нарядят, и она будет радовать собой омичей вплоть до середины марта. На этом выпуск завершен. Хорошего вечера. Внимание! Розыск! В «Каскаде» стильные модные шубы, куртки, дубленки. Разыскиваются хозяева, которые будут любить их и носить. Взамен они обещают быть теплыми, уютными, практичными и защищать в холода. Более 4 тысяч женских и мужских моделей уже ждут вас в «Каскаде». Более 100 лет мы производим моторные масла «Тексика» для активной защиты двигателя. Моторные масла «Тексика» «Хэволин» разработаны совместно с ведущими автопроизводителями для самых требовательных автовладельцев. Требуешь больше – требуй «Хэволин». Ищите «Тексика» в магазинах города. Впервые в Омске. Аргентинское танцевальное шоу. Уникальная пластика и взрывная страсть в программе «Танго Буэнос Айрес». 26 октября в концертном зале филармонии. Субтитры создавал DimaTorzok